Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 13 февраля, четверг, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию или для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого соборного послания святаго апостола Иоанна Богослова. И сегодняшний отрывок наш охватывает две главы. Это глава первая стихи с восьмого до конца главы и глава вторая, первые шесть стихов. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я опознал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам к нашему вниманию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из Первого Соборного Послания Святаго Апостола Иоанна Богослова. Тема, которую поднимает в данном отрывке апостол Иоанн, она актуальна для нас сегодня, хотя и она действительно очень богословская. Если, допустим, мы сравним писания апостола Павла, апостола Петра, апостола Иакова, мы увидим, что в них есть схожие по сути черты, но у каждого свой стиль и у каждого свой метод. Мы видим, как пишет апостол Иаков, он пишет о нравственности, и он пишет в традиции, иудейской традиции, и его соборное послание, оно укорнено в библейской ветхозаветной литературе. Мы находим там какие-то параллельные моменты из литературы притчи, из литературы премудрости, и мы видим, что апостол Иаков глубоко укоренен, но в то же время мы видим и те новозаветные смыслы, которые он выражает определенным жанром литературным. Мы видим апостола Петра, который тоже имеет свои особые характеристики, хотя и пишет тоже о новозаветных временах, о новозаветной богословии, о новозаветной нравственности. Мы видим апостола Павла, мы видим те практические моменты, на которых он заостряет свое внимание, мы видим, как он пишет различным общинам, и в зависимости от общины, от аудитории, от ситуации, мы видим, как разнится его язык, и это тоже очень интересно сравнивать вот такие особенности апостолов. И мы видим труд Иоанна Богослова, и недаром церковь его назвала Богословом, и не только по Евангелию, которая достаточно серьезно отличается от традиций синаптических Евангелий, то есть Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки. И особняком стоит Евангелие от Иоанна Богослова. И здесь тоже в его послании, это важно подчеркнуть, чтобы мы подходили к чтению той или иной книги Нового Завета с определенным багажом знания, как правильно относиться к этой книге. И здесь мы тоже видим богословие, тоже видим непрактические советы, каких много у апостола Павла, например, не отсылка к библейским ветхозаветным традициям в литературе, как у Иоакова и как у апостола Петра. Мы видим здесь нечто иное. И здесь апостол Иоанн говорит о взаимоотношениях внутри человека с Богом, внутри каждого человека. И он пишет, если говорим, что не имеем греха, обманываем себя самих, и истины нет в нас. Итак, апостол Иоанн говорит ни много ни мало об истине внутри каждого человека и о том методе, как мы можем эту истину в себе открыть, увидеть. Итак, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И здесь говорится не просто об исповеди. Если мы вспомним 50-й псалом, «Вы ну грех мой», говорится в этом псалме. Вот это исповедание, «амалагомен», греческое слово, оно в своем значении говорит о своей этимологии, оно говорит о том, что это не просто внутреннее некое признание. Это буквально, как вот в 50-м псалме, выкладывание этого греха внутри себя прежде всего, признание того, что я не безгрешен. И в своей этимологии это слово подразумевает не просто внутреннее осознание, осознанность, какую-то рефлексию, а еще и исповедание вовне, то есть предсвидетелем. То, что говорится, сказать свидетелю, которому дана власть, вязать и решить. То есть буквально здесь мы говорим об исповеди в ее самом главном смысле, исповедание греха. И еще один аспект подразумевается здесь, что мы исповедуем грехи, грехи наши, это то, что только грешный человек требует искупления. И если мы признаем, что мы грешны, значит, мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся во Христе, и только тогда действительно мы сможем понять и Евангелие, и проповедь Церкви, когда мы признаем, что во мне есть грех. Если во мне нет греха, то мне это не нужно. Мне не нужен Спаситель, и тем более мне не нужна проповедь. То есть это первый шаг к познанию Бога, признания своей греховности. И когда мы познаем эту греховность, то мы увидим, что мы сами не можем от этого очиститься, избавиться, но мы имеем Искупителя. Мы имеем Искупителя, о котором идет речь уже во второй главе данного послания. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа Праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Здесь мы видим, что апостол Иоанн четко говорит нам о том, что Христос умер за грехи всего мира, и на кресте, это рукописание грехов наших, он растерзал, уничтожил на кресте, буквально порвал свиток со всеми грехами человечества именно на кресте. Апостол пишет о том, что если мы признали, что мы греховны, если мы приходим ко Христу, и через Него мы не должны грешить, говорит Иоанн, если мы это сделали, то мы имеем возможность очиститься, избавиться от греха, соответственно, и невозможно все это, если мы не познали Бога, если мы не опытным путем, через веру не приняли Его. А что мы познали, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Итак, мы должны признать, что мы греховны, мы должны понять, что сами мы не очистимся, и есть Тот, Кто искупил за нас все, всю тяжесть греха. Мы имеем возможность исправиться. Способ исправления — это исповедание грехов, как внутреннее, так и внешнее. И это осознание того, что через веру мы должны идти ко Христу и быть, пребывать в Нем, а пребываем в Нем только тогда, когда исполняем Его заповеди. Вот это основное схематичное повествование того, что говорится в сегодняшнем отрывке послания. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова